Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф и обсудим новый видеоролик. Ну, в процессе обзоров я кое-какие видеоролики пересматриваю, заглядываю, когда есть у них прямые эфиры, ну, чтобы немножко понять, что это за девочки-припевочки. Значит, вначале нам показывают креветки, рыбу, пиво. И, значит, это получается, что начало дня, а потом, получается, Настя в парикмахерской где-то там разбирается с прической, а мама и Аня идут с собакой в ветеринарную клинику, чтобы, ну, подстричь собаке коготочки. Это что, после пиваса одна в парикмахерской, а вторые в ветеринарную клинику идут? Ну, знаете, нормальное такое начало дня. Обычно, да, люди в выходные где-то там пиво, да, креветки, рыба. А здесь что? Начало дня с пива и с креветок, и дальше уж как пойдет? Ну, и, значит, дальше там она показывала разбитые окна, там, в общем, дома. Ну, и все. Дальше уже вышли якобы из ветеринарной клиники, рассказывает, что так сложно было подстричь, фиксировали морду, рычала, гавкала. Ну, собственно, это нормальное явление у всех собак. Кто-то, есть исключение, да, спокойно себя ведет, но в основном собаки не любят такую процедуру, да и кошки тоже не любят такую процедуру, это понятное дело. Ну, в общем, нам доложили, что собака вела себя не очень хорошо. Дальше, получается, Аня, я их все путаю, ну, Аня, да, Настя же пошла в подстригальню, ну, это я так называю, чтобы смешнее было. Показывает горку, на которой она когда-то там каталась, то есть какой-то там парк, который напоминает ей детство. Подальше, значит, они обе стоят в укрытии. Забежали в укрытие, стояли на остановке, а вот, говорит, еще Настя идет такая вся в развалочку, и якобы они обе запыхались. Не знаю, действительно ли так бежали или нет, знаете. Нынче в последнее время, ну, я смотрю одну такую блогершу, которая любит хайпиться на всяких там укрытиях, хотя внутри абсолютно ничего не испытывает, никакого страха и никакой печали относительно того, что происходит, да. Поэтому я уж не знаю, что и сказать по этому поводу, да. Уже попозже буду делать какие-то определенные свои выводы относительно этих девиц, потому что еще пока рано мне сделать какие-то уж такие четкие выводы. Ну, я думаю, что вы понимаете. Ну, стоят, значит, в убежище. Ну, знаете, как-то вот удивительно, да, они только вдвоем в убежище. Камера там стоит, и они только вдвоем. Вот это как раз-таки у меня и вызвало какое-то сомнение и какую-то странность. Это точно так же, как у блогерицы, которую я смотрю и обозреваю, точно так же было тоже убежище абсолютно пустое, когда они ночью всем семейством туда поперлись. Понятное дело, что это убежище, в котором дети прячутся, да. Получается, как недалеко от школы. Но можно подумать, что недалеко от школы и никто не живет. Нет, ну это я уже отступила совершенно на другой канал. Но это я к тому, что убежище пустое. Они на остановке стояли, как будто никого больше не было. На остановке никто больше не бежал. Только они вдвоем. Ну, опять же, да, странно. Ну и дальше они показывают, как они там начепурились, то есть подстриглись. Значит, Аня показывает, говорит, волосы вьются, говорит, голову помыла, завтра выровняю. Ну, в общем, подстригла там она, получается, кончики, да. Никаких стрижек особых они не делали. Ни одна, ни вторая. Ну и дальше уже она показывает Настю, что Настю подстригли, более светлее сделали. И попробовали, значит, с девушкой, я понимаю, с мастером, более светлее оттенок, чтобы сделать как-то волосы светлее. Тоже волосы вьются. Я не знаю, вот она, да, получается, что в салоне вот только-только недавно, да, была. И неужели ей не уложили? Или они собирают свой ролик по кускам, не пойми, с каких дней, и у них так получилось, да, что с утреца там у них бухло с креветками, а потом парикмахерская. Короче, вообще, я говорю, вот непонятного, когда смотришь изначально, и вот подстригли ее, она вроде как в парикмахерской должна быть, и как-то так, да, окрашивание, и подстригли немного. И почему это волосы не уложили? Говорит, ну вот у нее волосы вьются, ну и что, что вьются, у многих вьются, у меня, собственно, тоже не совсем они прямые, но я, если выхожу из салона, из парикмахерской, ну неважно, то, естественно, даже если просто подстригают без окрашивания, то волосы всегда настолько шикарно уложены, а здесь что-то как-то непонятно. Ну, Настя рада, все ей понравилось, волосы, говорит, по самому там максимуму отрезали, потому что ужасно секутся, вы знаете, глядя на волосы, можно подумать, что они просто перепаленные. Ну, либо это волосы просто у нее сами по себе, они такие, да, немного вьющиеся, и поэтому выглядят как солома. Ну, не знаю, это мое мнение. Ну, а дальше возмущение, и не понимаю, почему. Кто-то спросил, видимо, в комментариях, где Наташа, ну, которую они показывали, с которой они вместе там тусовались, да, начинается, что, что Наташа должна быть с нами, у Наташи там есть и своя родня, свои друзья. Нет, ну, можно сказать, что, да, Наташа была с нами, но Наташа имеет там свою семью, и поэтому ее нет рядом с нами, но это выглядело именно, как, знаете, с возмущениями ответ, и как будто вы достались с этими вопросами. Я не знаю, что они все время такие недовольные. Чу постоянно какое-то недовольство. И стояли, значит, возмущались. Зачем нам Наташа? Наташа приехала к своим родственникам. Дальше уже и Настя забубнила. Слушайте, это какой-то абсурд. Неужели не о чем поговорить? Тут же надо повозмущаться по поводу этой Наташи. Ну, нету и нету сказали, что она просто с нами приехала, но у нее есть своя семья там, свои родные и все. Но нет, это выглядело так, как будто они отчитали того человека, кто у них спросил, где Наташа. Ну, прям царицы. Дальше к чему-то сказали, что было время, когда там были то ли выборы, то ли что, и они промоутерами были, раздавали то ли листовки, то ли что они там раздавали. И там так хорошо им платили, что Настюха аж в пляс бросилась. Такие хорошие деньги, такие хорошие деньги платили. И, получается, говорили они об этом, потому что находились на том месте, где когда-то раздавали эти листовки и зарабатывали большие деньги. Значит, дальше Аня стоит и рассказывает, что есть еще одна причина, почему она приперлась в Харьков. Не только губы, волосы, ногти там и все прочее, а еще завести папу в больницу, что якобы без нее он ни-ни, только с ней и все. Ну и дальше начала там объяснять. Ну и дальше Аня рассказывает, значит, что Настя записалась к Лору, ей сделают эндоскопию, значит, и проверят там ее у Лора. Ну вот о экскурсии они не показывают, по той причине, что, насколько я понимаю, опасно побаиваются куда-то выезжать, и побаиваются где-то, значит, ходить. И поэтому ничего они не показывают. Ну и еще с кожей вопрос она хотела решить, но она не знает, куда ее там направят, куда перенаправят. Ну и, как сказала, значит, Аня меньше сладкого и Кока-Колы. И куренье, которое тоже вредит. Ну вот, а на стриме что-то было много возмущений по поводу курения. Ну, какая разница? Ну, курите и курите, да. Это ваше решение, ваша жизнь. Для чего, я не понимаю, отмазки? Ну вот для чего? По поводу того там, что мама курит или не курит, ну, какая разница? А столько возмущений было, и это не ваше дело, кто там что и как. Ну, хамки и еще те. Особенно вот в комментариях тоже там целую демагогию развели по поводу там одного комментария от Анны Слышановой. Может быть, я неправильно и прочитала, если что, прошу прощения у Анны. Прям целое хамство устроили. Это прям какой-то ужас. И вот читаешь, как они отвечают в комментариях, и вот задумываешься, да, девушки, молодые девушки, а такие хамки. Дальше опять они про тревоги заговорили, что якобы страшно было, и они побежали в убежище. Но опять же, ребят, повторюсь, почему-то их было только двое в убежище. Было страшно. Ну что, они одни на улице, вдвоем всего лишь были. Я не думаю, что на улице не было вообще людей. Ситуация странная. Ну и дальше уже рассказывала про Харьков, что это чистый город. Ну и о том, что я уже говорила, что не показывают, потому что якобы страшно и опасно выезжать куда-то. Хотелось показать бы парки, и якобы не она придумала, что Харьков является самым чистым городом. Вы знаете, честно, в Харькове я не была. Я знаю, что у меня тётя, по-моему, в Харькове училась. Но это было в советские времена. Тёти уже нет. На самом деле, я очень люблю Украину. И у меня много там друзей есть. И знаете, как многие говорят, вот если у тебя обзоры на украинских блогеров, значит, ты не любишь Украину. Ну вот глупо порой такое слушать. Что значит не любишь Украину? Ну, здесь я говорю о людях. Дальше Аня поблагодарила якобы за комментарии, сказала про маму, что мама довольна, креветочки любит. Ну да, наверное, под пивко, креветочки, да ещё и с утра. Ну, насколько понимаю, значит, с утра креветочки, рыбка, пиво, а дальше по делам взбодрились, поели и помчались. Ну, серьёзно, ребят, ну, это выглядит именно так. Ну, не то, что выглядит. Получается, что так и есть. Ну, и дальше, значит, заканчивали видео и похвастались, что на канале скоро будет уже 3000, будут как-то отмечать. Ну, и тут же появилась Настенька, так одна Аня стояла и бубнела, и сказала даже спасибо хейтерам. Ну, Аня назвала людей, которые критикуют их и высказывают своё честное мнение, сумасшедшими. Представляете, вот это девочки. Да, девочки-припевочки. Прям я не знаю даже, что и сказать. Все, кто не согласны с ними, все сумасшедшие. Слушайте, это прям как сестрицы Старостенко. Номер два. Только будут помоложе. Что будет дальше, боюсь даже представить. А дальше в шоке Настенька от воздуха, что так он отличается, видимо, от воздуха в Германии, но там, видимо, в Германии денежный воздух, ну, а на родине в Украине совсем не такой. Да, но она в шоке, что это родной, ну, а там, да, там совсем другой. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok